Глава четвёртая. У звёздных. Дрим просто сидела обдувала у своих, эм, планы. Дрим. Да, кровь. Практиковаться будем? Дрим. Да, идём. Они пошли в комнату наверху. Я первый. Дрим создал лук с десятью стрелами и попал в мишень с первой попытки. Отлично. Воу. Спасибо. Он милый. Теперь ты... А, это точно. Кросс начал практиковаться с ножом и бластером. Но так как Кросс думал немного о другом, бластер вышел из-под его контроля и выстрелил прямо в Дрим. Дрим! Кросс в последний момент успел налететь на Дрима и оттолкнуть его в сторону. Но сам он грохнулся на мечтателя. Ай! Ты живой? Что происходит? Кросс исполкнулся фиолетовым румянцем. Да, я в порядке. Ну, может быть, ты слезешь с меня? Да. Ладно, ты пока ещё тренируйся, а я пойду. Дела есть? Да, конечно. Да блин, чуть любимого не убил, идиот. А у Дрима и вправду были очень важные дела. Ему было наплевать, выиграет он на выборах или нет. У него была другая цель. На этом. Ну, бодгайс. А в самке Найдмера киллер не мог понять следующее. То ли его босса болел или сошёл с ума, то ли это вообще не нахер. Во-первых, Найдмер был очень добр к килке. Во-вторых, киллер не раз замечал странные взгляды с его стороны. Наконец-то на его вопросы, по типу, что случилось, это вы ему не помогли и так далее, Найдмер решительно молчал. Душа, и почему этот случай у меня из головы не выходит? Ну, что это вообще тогда было? В этот день Найдмер, как обычно, дал всем задание. Несмотря на скорые выборы. Вечером все пришли в зам. Кроме киллера. Он не смог бы выполнить своё задание, так как часто отвлекался на разные мысли. Но всё же наш киллка постучался к боссу в путь. Войдите. Здравствуйте, босс. Где Найбел? Не злитесь, пожалуйста. Я не... я не выполнил задание. Босс? Ясно, свободен. Иди ужинать, а то хоро всё сожрёт. И... и всё? Да. А тебе что надо? Иди, я сказал. До свидания. Во, что с ним сегодня? Он даже не наорал на меня. Удивительно. У звёздных. Дрим снова куда-то ушёл. Инг был один дома с Блу. Но Блу не спешила приводить план на своём месте в реальность. Подождать немного. Надо всё продумать. Тут дверь постучать. Блок открыл. Там стоял Даст. Привет. Привет Блу. Как дела? Где все? Всё отлично. Ингрессует. Дрим ушёл. А ты что-то от Дрима хотел, да? Найбер с тебя послал. Нет, я... я пришёл к тебе... то есть я... я просто так... сошёл. Просто так? Вечером? Да-да. Она меня даже не заметила. Ясно. Ну, проходи, раз пришёл. Как не вовремя. Даст прошёл на кухню. Чай, кофе? Чай. Какой за сегодня грустный. Интересно, почему. Вот. Чай с конфетами. Спасибо. Не посидели немного. Разговор не клеился. Даст вспоминал их самую первую встречу, когда Блу просто взрывался от энергии. Сегодня он был какой-то вялый, как, впрочем, и в прошлый раз. Даст сразу заметил, что его улыбка была довольно натянутой и фальшивой. И сейчас Блу сидя напротив смотрел на Даста каким-то холодным взглядом. Бру... неуютно. Надо с ним поговорить. Ведь я же с ним пообщаться пришёл. Чего он сидит? Эм, ты сегодня какой-то грустный. Что-то случилось? Нет. Я же вижу, что с тобой что-то не так. Может быть, я сама к чему-то помочь? Зачем? Какое тебе вообще дело до звёздных? Ну, я в целом всё равно, но... Тогда зачем? Эм, ну... Я просто хочу, чтобы ты снова улыбался, как в прошлый раз. Блин, что я только что ляпнул? Вот как. Одним словом, личные проблемы, если тебе уж так интересно. Ясно. Ясно. Ну, я пойду тогда. Пока. Пока. И да, если что-то случится, обращайся. Вот тебе мой номер. Если что, звони. Да, спасибо. Даст вышел с домом, если и проткнулся в замок. У него мой номер. Это уже прогресс. Ну, подгазь. Комната нафиг. Найпер никак не мог заснуть. И почему он вдруг так мягко отнёсся киллеру? Сопроваленное задание, между прочим. Как же всё раньше хорошо было. Спокойно жил, орал на свою банду, создавал негатив. А сейчас что? Я поцеловался со своим подчинённым, с килькой. Как-то до кого дошло. Что с вами случилось? Стоп. Какой нафиг килька? Да. У меня из этих выборов совсем крыша поехала. Найпер вздохнул. Он почему-то вспомнил все случаи, когда он плохо обращался с киллером. Как, впрочем, за всеми. Да что со мной? Почему мне его так жалко? Так, надо поспать. Найпер уснул. Но даже во сне его продолжал преследовать образ киллера. На этой ноте Найпер проснулся и решил, что окончательно сошёл с ума. Ведь я никогда не мог чувствовать любовь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы спросите, наверное, где же сон Эррона? Ему ничего не снилось. Как и индук. И тогда была причина. Ведь на следующее утро появились пикки и гардиенты.